Сегодня поговорим о мечтах. Говорить будем с Дмитрием Куликовым, человеком, которого не надо представлять, потому что его и так все знают, а если перечислять все, чем он занимается, у нас не хватит места для титра. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Последний раз мы с вами встречались, как раз, когда вы вернулись из Кругосветки, вы в путешествие отправлялись со своей женой Ольгой, и тогда вы говорили то, что это путешествие вашей мечты. Да, да, да. А вот сколько времени ушло на воплощение этой мечты? Давайте вообще немного вспомним о вашей поездке. Ну да, мы были этой зимой, в течение 77 дней мы посетили 5 населенных частей света. Это было путешествие, по-моему, с посещением полностью или транзитом в порядка 18 стран. Самыми яркими впечатлениями топ-3 для нас оказалось, это путешествие пеший трекинг по Патагонии, это юг Южной Америки. На втором месте, наверное, это было сафари в Кении. И третье, это посещение острова Галапагостских островов. Готовились мы к этому путешествию, наверное, более полугода. Да, идея возникла достаточно спонтанно, когда мы наткнулись на опцию кругосветный билет. То есть мы понимали, что кругосветка, она у нас в списке семейных мечей стояла, но мы не планировали, что совершим мы так быстро. А давайте напомним, что это за кругосветный билет. А это опция, которую предлагает авиаальянсы, которая позволяет тебе сформировать путешествие вокруг земного шара по достаточно низкому тарифу. То есть, грубо говоря, нам сегмент обходился между странами, между океанами в 14 тысяч на человека, включая сборы и аэропортовые. И поэтому, если бы разбивать на сегменты, то это получится в разы дороже, но если ты купишь такой билет, если у тебя найдется время… Это выгоднее будет. Да, очень выгодное предложение. Помимо того, что вы привозите с собой, ну, как я понимаю, только положительные, да, все-таки эмоции, впечатления, вы еще привозите с собой какую-то полезную, да, знание, информацию. Да, ну, по ходу путешествий мы, конечно же, ведем свои инстаграм-аккаунты, ну, думаю, многие на нас из зрителей подписаны. Да, на фейсбук у вас. Октагон, Ольги Маймасхев. Фейсбук, мы, я в основном выкладываю деловую информацию и кое-что из фотографий, чаще всего это фотографии города. Ну, делите все равно свои путешествия, да. Основной там, тревел-блогинг у нас сосредоточен именно в инстаграм-аккаунте, где мы рассказываем о всех тревел-хаках, путешествиях, которые мы произвели. Ну, и, конечно же, приезжая в родной город и посещая те или иные города России, есть запрос у людей, чтобы мы рассказали, как экономить в путешествиях, как сделать действительно уникальным свое пребывание там за границей или в другом регионе России. Поэтому мы проводим различные мастер-классы. Одно у нас посвящено именно путешествиям, самостоятельным путешествиям, как создать путешествия мечты. И второе я делаю о фотографии, как там хотя бы даже на смартфон снимать классные интересные снимки, чтобы путешествие оставалось не только в воспоминаниях, но и на физических носителях и вдохновляло всех окружающих. Ну, все равно, мне кажется, там в том же инстаграм, да, или фейсбук там как-то особо не разгонишься. Может быть, книгу пора написать? Нет, ну почему бы и нет? Ну, вполне возможно, вполне возможно, но для этого нужно время. И книга это все-таки несколько такой устаревший формат, потому что тебе надо несколько месяцев посвятить. За это время может еще там несколько месяцев на ее издание, оформление, дизайн. Но путешествие это такая штука, когда постоянно меняются правила. Ну, например, та же Япония, да, до 1 января достаточно сложные были визовые правила, нужно было оформлять разрешение, не разрешение, а приглашение. На этом зарабатывали очень хорошо туристические фирмы. Визу, которая стоит 0 рублей, в Хабаровске продавали по ценам до 8 тысяч. С 1 января это бесплатно. То есть, также Китай несколько или пару лет назад появились безвизовые транзиты через порядка 10 или 12 городов, которые тебе не надо оформлять визу. Ты можешь на трое суток прилететь в любой из этих городов и вылететь бесплатно. По сути, не потяже визу. Не угонишься, в общем, за всеми изменениями. Да, да. Поэтому книга достаточно такой консервативный формат. Пока в планах нет такого, да? Поэтому все онлайн, все новости мы пишем в Инстаграм, для того, чтобы всегда люди были на волне новых событий и новостей. Я понимаю, действительно, что каких-то дешевых билетов или той же неплохой гостиницы, но они, знаете, как говорится, с неба не свалятся. И нужно хорошо все это поискать. Действительно ли именно подготовка и планирование это чуть ли не самое главное в путешествии? Ну, не самое главное. Самое главное, твой настрой оптимистичный. Потому что в путешествии ты зачастую попадаешь в непредвиденные ситуации. И запаниковав, можешь завершить кучу ошибок. Грубо говоря, нам приходилось конструктивно решать вопросы, когда нам не пускали на самолет и говорили, ребята, вам нужна виза для посещения этой страны. Мы вас не пустим. И нам приходилось быстро искать в интернете справочник тематик на английском языке и находить опцию, где рассказывается, что в эту страну россияне могут получать визу по прибытию, доказывать это. Кто-то, возможно, другой испугался бы, в шоке сел бы. Ну, или еще какие-то ситуации. Это самое главное. Давайте еще какие-то есть моменты, может быть, на которые следует обратить внимание. Да, базовая, отправляясь за границу, тебе важно иметь немного нала, обязательно несколько кредитных карт. Нал распределять в разные карманы, только не в задние. И самое главное – это деньги и паспорт. В остальном, если возникла стрессовая ситуация, ни в коем случае не подвергаться ей. Потому что зачастую там мошенники даже могут специально вгонять путешественников в стресс для того, чтобы его, грубо говоря, обокрасти. Одна из фишек, ну, вот очень старая, которая практиковалась в России там еще 15-20 лет назад, подкинуть кошелек под ноги, ты там счастливый его открываешь, тут же тебе подбегают другие счастливые люди, пойдем, поделим, заводят тебя за угол, прибегает хозяин и говорит, слушай, тут только в этом бумажнике половина, остальное ты забрал себе, давай возвращай. И начинают прессинговать. Есть истории очень популярные в Южной Америке, когда берут птичьи экскременты, размешивают там с водой, обливают человека, тут же этот мошенник убегает, человек начинает чиститься, пытаться очиститься, к нему подходит добропорядочная женщина с влаженными салфетками, давайте я вам помогу, начинает обтирать и одновременно вычищать все, что есть в карманах. То есть таких разводок очень много, поэтому самое главное при возникновении стрессовой ситуации, когда тебя пытаются в нее ввести, молча брать все вещи в руки и уходить отсюда подальше, в Макдональдс, в магазин, там, где есть веб-камеры, которые могут проследить, что происходит вокруг. Вот. Также при планировании, если вы говорите об экономии, очень важно планировать заранее. Да. Билеты дешевле на распродажах, когда начинается открытие сезона, там, направление какого-то риса. А чем ближе к дате, кстати, тем выше и цена. Оно прямо начинает расти в прогрессии, да. Это раз. Путешественник может на сервисах типа SkyScanner, Aviasales подписаться на снижение стоимости по направлению, которое его интересует. Очень здорово и важно не пользоваться только тем интерфейсом, который тебе дан по умолчанию на главной странице. Походите по вкладкам, пользуйтесь галочками. Например, есть функция искать самые дешевые билеты из страны, то есть везде, в любую точку мира. И, например, набрав Хабаровск, ты можешь выбрать везде. Если тебя интересует направление вылет в сентябре, может оказаться, что самый дешевый билет по какой-то акции в Токио. А там из Токио лоукостерами ты можешь добраться, например, до Филиппин за 8 тысяч. Мы летали из Токио до Баракая, по-моему, 3 года назад за 8 тысяч рублей. То есть потому что просто начинаем. Ближайшие для нас это Пекин, Сеул и Токио. Это узловые аэропорты транзитные, из которых очень часто есть интересные предложения. Вот в эти дни вы собираетесь на Камчатку. Да, да. Вы, кстати, очень много всегда, мы с вами встречались уже не раз, да, и вы всегда очень много рассказываете и так восхищаетесь Камчаткой. Расскажите нам. Да, ну, по моему мнению, это самое невероятное и красивое место, которое доступно для нашего региона Дальневосточного, для хабаровчан в частности. Прямой перелет 3 часа 2,5 до просто другой планеты. Космические пейзажи, вулканы, лавовые поля, морские какие-то приключения. Вот давайте сейчас о том, что можно посмотреть. Может быть, мы переубедим зрителей и вместо, там, не знаю, Таиланда, Дали Вьетнама, они выберут Камчатку. На самом деле у многих предубеждение, что Камчатка – это космически дорого. Просто люди, когда набирают в поиске путешествия по Камчатке, они находят туры, пакеты, которые, конечно, стоят там от 70 до 150-200 тысяч рублей. И сразу отпадает челюсть. Но на самом деле, если вы прилетите на Камчатку, то окажется, что дневной тур с восхождением на вулкан стандартно стоит тысяч 5 рублей. То есть это с доставкой, с питанием и с обратным возвращением. Соответственно, вы можете каждый день менять направление вулкана на один, на второй, на третий вулкан ездить. Можете вообще воспользоваться экономией на гостинице. Есть туры трехдневные, там, пятидневные. Взяв палатку, получается, тур, например, на вулкан Толбачек. В прошлом году мы ездили, он стоил 20 тысяч рублей на человека. Это пятидневный тур с проживанием где-то с гуэстхауса, где-то в палатке. Получался день обходился 4 тысячи рублей с питанием, с проживанием. Во время вот таких приключений можно вот того медведя встретить. Ну, это другое приключение. Это вертолетное путешествие на Курильское озеро, где медведи очень близко к вам находятся. И это гарантированная плотность. Ты можешь встретить от 10 до 20 медведей за 2 часа. Ну, это вертолет. Но есть, например, такой лайфхак. Воспользоваться услугой, он называется «Сплав по реке Быстрая». Кто у меня из знакомых по ней сплавлялся, это дневная экскурсия. Стоит на 5 тысяч рублей на человека. Минимум одного-двух медведей на берегу глушащего рыбу люди встречают. Самая оптимальная встреча и время для встречи медведей – это конец июля, начало сентября. Вот этот промежуток, потому что идет ход рыбы, и медведь сытый, он приходит к берегу. То есть не особо опасно. Да, в это время он увлечен охотой, они сытые, и на вас мало внимания обращают. Камчатки возвращаемся. У вас в августе восхождение запланировано. И еще вот камчатские открытки. Давайте подробнее, чтобы понимали, о чем говорить. Это совместный проект для иллюстратора Марии Фондеева и Почты России. Я со своих путешествий привез немало фотографий. Мы отобрали с Мариной 12 фотографий, и она их дополнила какими-то иллюстрациями. Она вдохновленная, скажем, мотивами национальными, местными, тельменскими, корягскими, камчадалскими. И получились 12 открыток, мы их презентуем на дне вулкана. Это один из главных праздников туристических на Камчатке. Будет на вулкане стоять ящик почтовый. И люди, восходящие на вулкан, могут просто взять рядом стоящую открытку на столике, подписать и отправить совершенно бесплатно с вулкана в любую точку России. Как к вулкану будете добираться? Пешочком. Это праздник, день вулкана. Одно из его направлений – это массовое восхождение. То есть люди на своей машине, кто на автобусе, приезжают к подножию вулкана Авачинский и совершают восхождение порядка 3 километров в высоте. Длится оно в среднем 5-6 часов с восхождением и со спуском. Это очень красиво, это интересно, увлекательно. Ну и, конечно, хорошая физическая нагрузка. Вы занимались созданием первого интернет-портала Хабаровска. Вы предприниматель, вы сорганизатор и директор молодежного бизнес-форума, путешественник, тревел-фотограф, блогер. Это ваши все воплотившиеся мечты? Или вот что-то из перечисленного, но как-то само раз и случилось? Ну, когда само случается, но случается не случайно. Я очень люблю заниматься интересными, уникальными вещами, которые как раз зачастую первые на рынке, как это был первый портал в «Мой город Румы». Также при нем делали первый интернет-супермаркет. Это было 10-12 лет назад, не помню, очень много лет назад. Тогда мы были первыми в этом направлении. Я рад, что мы тревел-блогинг с моей женой развили до уровня, что мы, наверное, одни из самых популярных на Дальнем Востоке в этой сфере. И вот сейчас в сфере жилищного строительства мы создаем проект, который тоже уникальный для нашего города. Ну, вот нас сейчас смотрят, да, и наверняка многие думают, ну вот хорошо ему, да, бизнес есть, доход есть, чего бы там не путешествовать. Как говорится, на дядю не надо с 9 до 18 часов в офисе работать. Но опять это же не само раз так по щелчку случилось. Вы же как-то планировали, выстроили свою жизнь? Естественно. То есть, когда ты понимаешь и смотришь на кого-то там, ну, у меня много друзей в чиновнике и в корпорациях, когда у людей хороший доход, но они не могут качественно, как они хотели бы действительно потратить эти деньги, отправившись, например, в путешествие. Когда многие слышат, что мы можем себе позволить там улететь на пару месяцев, для многих это не укладывается в голове, что такое возможно. Поэтому с развитием технологии сейчас это становится доступно для многих людей. И путешествуя за границей, мы встречаем людей, которые по полгода и по году находятся в путешествии. То есть сейчас очень много появляется фрилансеров, аутсорсеров, которые могут выполнять свою работу удаленно через интернет. Если ты даже владелец бизнеса, управлять многими процессами, если там у тебя достаточно надежный исполнительный директор, который находится, занимается оперативкой, или у тебя бизнес, который не требует постоянного контроля большого персонала. То есть есть команды, которые делают достаточно серьезные обороты в 5-6 человек, вообще распределенные по миру, общаясь между собой именно благодаря интернет. Поэтому я в этом плане совершенно не уникален, таких людей много. Просто для хабаровчан многие на это обращают внимание, потому что мы действительно, делясь контентом, даем пищу для вопросов. Вы что, в городе вообще не бываете? Нет, мы бываем, бываем, бываем. И любим его. Ну, есть какие-то, может быть, направления, еще что-то хотите освоить? Не знаю, там, тяжелая металлургия, там, нефть, газ, не знаю. Ну, вполне возможно. То есть человек, когда живет, растет, у него меняются интересы, приоритеты. И там, например, 10 лет назад я не мог представить, что я буду в сфере строительства. И сейчас они представляют, чем могу заниматься в следующие 10 лет. Поэтому я всегда открыт к новым интересным возможностям, абсолютно. Если я вижу, что это меня включает, цепляет, я готов отдаваться этому и включать все свои ресурсы, связи, знания для того, чтобы достигать и воплощать этот проект. Ну, Дим, мне только остается вам пожелать удачной поездки на Камчатку. Спасибо за Камчатку, чтобы по возвращению в Хабаровск вы обязательно привезли с собой только положительные впечатления и эмоции. Хорошо, спасибо. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии был Дмитрий Куликов, предприниматель, путешественник, тревел-фотограф и так далее. Дим, спасибо вам еще раз. До свидания. Спасибо, всего доброго.